МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Побоище настоящих проходимцев мы будем созерцать на примере Кубка России по джип-триалу, который проходил на бывшем аэродроме в Тушино. Джип-триал – это, вероятно, самая медленная разновидность автоспорта. Пилотам в данном случае торопиться некуда, да и любой участок трассы можно обойти кругом за пару минут. Автомобили участников делятся на пять классов, которые отличаются количеством доработок. Задача – проехать обозначенные вешками ворота в нужном порядке. Вот только до некоторых из этих ворот непросто добраться даже на своих двоих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представьте себе, здесь тоже можно проехать на автомобиле. Разумеется, далеко не на всяком. Это трасса для прототипов полноуправляемых машин, построенных специально для джип-триала. Этих монстров сложно даже назвать автомобилями в привычном смысле слова. По сути, это каркас безопасности, установленный на полноприводное шасси, укомплектованное двигателем и коробкой передач. Нередко такие машины покупают за границей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машинка была привезена из Соединенных Штатов Америки. Там она участвовала в соревнованиях. Там на ней ездил, собственно, местный герой этих гонок. Потом она была привезена сюда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересных особенностей у прототипов масса. Во-первых, они полноуправляемые. То есть рулить можно не только передними, но и задними колесами, причем по отдельности. У машины Владимира двигатель установлен асимметрично по отношению к шассе. Среди прочего, это позволило увеличить и без того огромный дорожный просвет. Мотор, кстати, Дженерал Моторс. 2,5 литра, 200 лошадиных сил. Такие агрегаты ставили на некоторые модели СААП. Почти все прототипы сделаны по спецзаказу, причем некоторые выполнены руками хорошо известных в спортивных кругах специалистов. Эту машину сделал шведский конструктор Ларс Даль, который вот эту концепцию разработал 10 лет назад. И каждый год он делал по одной новой машине, постепенно ее усовершенствуя. И вот это он сделал где-то 3 года назад, специально для меня. Это мосты от Лапландера, легкий двигатель 2 литра от Вольксвагена с автоматической коробкой его же, легкий каркас. Собственно, все. Все остальное можно что-то добавлять, ну и, естественно, полноповоротная конструкция колес, одноместный спайдер. Вот все эти машины он называет спайдером. Поэтому каждый уже владелец машины добавляет какое-нибудь слово. Там, ход спайдера, ред спайдер, еллоу спайдер. Машина Юрия называется Dream Spider. Эти слова можно прочитать на стальной пластине, украшающей передний мост. Впрочем, про Dream Spider и его передний мост мы вспомним чуть позже, а сейчас поговорим о трассе. Создать такой постапокалиптический рельеф немногим проще, чем проехать по нему на машине. Для того, чтобы построить вот эту трассу, неделю возили сюда вот эти бетонные блоки. Три дня работал кран. Ну вот, то есть, ну, грунтовая она проще, то есть выкопал и все. Ну вот, соответственно, конечно, все остальные этапы до финала, они проводились в регионах. Там естественный, то есть, естественный рельеф. Это овраги какие-то, горы там, ну, то есть, насчет этого проще. Но здесь, поскольку зрительский фактор, фактор, скажем так, все-таки финал должен проводиться в центре России, да, в Москве, в столице. Ну вот. Соответственно, вот пришлось здесь вот поработать немножко и грузовикам, и доставке, и всем остальным. Тут важно понять, что каких-то специальных, общеобязательных правил создания трасс для джип-триала не бывает. Тут работает интуиция, подкрепленная личным опытом. Нет таких учебников и нет таких книг, и трассостроительные институты мы не заканчивали. Каждый из нас, кто принимал участие в строительстве, это ребята в настоящем и в прошлом, это спортсмены-триалисты, которые прекрасно понимают, как поедет машина, где можно упасть, где нельзя упасть. Соответственно, не просто так накидали эти блоки, а каждый блок укладывали таким образом, чтобы, ну, была понятна траектория. Соответственно, у ворота при постановке, ну, есть возможность взять эти ворота. То есть это заведомо не, то есть не непроходимая стена. А вот на этот счет могут быть разные мнения. Некоторым спортсменам трасса в Кушино показалась даже слишком легкой. Трасса вообще в первый раз езжу по бетонным плитам, то есть интересно, нравится. Вот. Можно, в принципе, еще бы сложности добавить было. Другим, наоборот, слишком тяжелой. Можно было бы запросто сделать полегче трассу, чтобы хотя бы зрелищность от этого не пострадала, и все машины финишировали. В ходе соревнований трасса меняется под непосредственным воздействием автомобилей-участников. Изначально уложенные в столбики покрышки через некоторое время оказываются сваленными в кучу. Бетон тоже не выдерживает. Прототип Юрия Самодурова без особых хлопот сломал пополам бетонную плиту передним мостом. Причем сама машина, в отличие от плиты, этого даже и не заметила. Во всяком случае, надпись «Bream Spider» не пострадала. Другое дело, что после этого с воротами номер 3 получилась забавная ситуация. Пройти их было еще возможно, но куда ехать дальше уже совсем непонятно. Машина Савенко и Смоловского смогла выбраться из бетонного плена только с помощью подъемного карта. Просто чуть дальше заехали, дальше уже не было смысла машину рвать, потому что это уже не прототип, в общем-то. Решили не рисковать, просто сами отказались от гонки. Машина, кстати, в контексте Кубка России исключительная. Ее вывели на трассу для прототипов, хотя прототипом она не является. Класс D4, предпоследний по жесткости, последний тот прототип полноуправляемый, этот чуть ниже предпоследний, так сказать. Вообще машина для трофе изначально создавалась, но оказалась настолько универсальной, что позволяет и вот на такие вот вещи. Но все вышеперечисленное происходило вокруг ворот номер 3. А были еще четвертые ворота, заехать в которые не смог вообще никто. Попытался лишь Владимир Беляев, но вынужден был отступить с потерями. Его автомобиль внезапно начал напоминать Хонду Цивик. В том смысле, что под оглушительный хруст в заднем мосту полноприводный прототип сделался переднеприводным. Что стало причиной технического схода, машина или человеческий фактор, вопрос сложный. Наверное, и то, и другое есть. Есть вкупе и то, и другое. Надо, может быть, было, как первый раз там хрустнуло, перестать его насиловать. Сколь бы совершенно ни была техника, управляет ей в любом случае пилот. По мнению организаторов, успех в триале зависит в первую очередь от мастерства спортсмена. На самом деле, все здесь только пилот. Только пилот. Машины, в принципе, они равны. То есть, железка есть железка. Все зависит от пилота, как он правильно отреагировал на то или иное препятствие. Как он избрал тактику, как он избрал себе движение, то есть, как он подумал. Потому что машины, вроде, казалось бы, да, одинаковые, они, ну, там, небольшие, незначительная, скажем так, разница. Но насколько разная тактика. Каждый из участников заезжал на одни и те же ворота с разных углов. Кому-то повезло, кому-то нет. В классе прототипов повезло Юрию Самодурову. Ему, впрочем, к победам не привыкать. Не так давно он занял второе место на европейском чемпионате по джип-триалу. Европейцы ездят 20, а некоторые 30 лет. У них триал как бы 30 лет назад начался. И, кроме того, у них техника на очень высоком уровне. То есть, они все эти годы совершенствовали технику. Также обладателями Кубка России по джип-триалу стали Евгений Павлов, Сергей Крючков и Сергей Савенко. Тот самый, чью машину после первой попытки эвакуировали подъемным краном. Бульдозер тоже работал, не покладая гусениц, но только на грунтовом треке для соревнований в младших классах. И, глядя на это, понимаешь, что триал – это истинно мужское развлечение, ибо отвечает двум главным критериям подобных занятий – быть вызывающе бессмысленным, но чертовски азарт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА